Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэри Са, и сегодня мы погрузимся в японскую культуру. Интересно, с чего бы на канале по-английскому у нас будет аниме? Дело в том, что аниме, оно распространилось по всему миру и очень сильно повлияло на мышление западной и даже русской молодежи, ведь многие из вас являются анимешниками, иначе бы не включили это видео. Я, кстати, сама была анимешницей в школе, и много мне что есть вам рассказать. Ну что ж, давайте погрузимся в историю аниме, почему все-таки оно получило такую известность по всему миру, и почему вы, именно вы, любите эти мультики. Поехали! Если открыть википедию, то сказано, что аниме берет свое начало в 1958 году, когда вышло аниме про белого змея. Но на самом деле история куда глубже. Вообще, как вы понимаете, аниме это просто мультипликационные манго, те самые комиксы. А когда же появилась на свет манго? На самом-то деле она появилась еще очень давно, где-то в 12 веке. Почему? Дело в том, что японский язык настолько сложный, у них представляется целых три алфавита. И они сами в древности путались между ними, и даже среди знати не все знали полностью алфавит. Поэтому, когда писали письменности, они добавляли определенные рисунки, карикатуры, чтобы было понятнее, о чем вообще идет речь. Поэтому Япония так знаменита своими рисунками. Но, а кто придумал вообще слово манго? Вы сейчас очень сильно удивитесь. Посмотрите на эти картины, наверняка вы их узнаете. Это красная Фудзи и большая волна Каганаве. Это тот самый художник Хокусай, который в 1814 году как раз-таки придумал название для своих карикатур манго. Представляете? Если честно, я была в шоке, когда об этом узнала. Но давайте перейдем к 20 веку, когда как раз-таки у нас с вами появлялись первые мультики. Самые первые анимы датируются 1907 годом, но там всего лишь 50 картинок, и в итоге мы получаем какого-то парня. Что он делает, если честно, я так и не сильно поняла. Далее мы можем найти какие-то уже потерянные на самом-то деле аниме 1917 года и так далее. Тогда Япония засматривалась на Америку, где уже в Голливуде были первые мультфильмы, и очень сильно этим вдохновлялась. Однако у Японии не было бюджета на то, чтобы создавать целые фабрики по производству мультиков. И, соответственно, это делалось крайне редко. И, как вы понимаете, 20-е, 30-е, 40-е годы 20 века это достаточно сложные времена. Поэтому, если выделялся бюджет на мультики, то они были военные с пропагандой. Соответственно, выстраивался образ такого патриота, хорошего японца, который побеждает своих врагов, китайцев и американцев. Они, кстати, иногда изображались даже в виде демонов и каких-то очень злых кибергов. Представляете? Далее, после Второй мировой войны все еще не было бюджета на то, чтобы возобновлять кинопроизводство, но при этом люди после войны особенно хотели отвлечься. И как раз-таки тогда очень популярны были, опять же, американские фильмы и мультфильмы. И японцы тоже хотели создать похожие мультики. Соответственно, аниме изначально очень сильно вдохновлялось Уолтом Диснея. И, наверное, самый популярный анимешник того времени – это Асама Тедзука. На самом деле он обучался на медика, но его всегда безумно интересовали мультики, он хотел рисовать и вообще был художником. И он решил, несмотря на все, сколько, 6 или больше лет учебы на медицинском, все равно посвятить все свою жизнь мультикам. Он вдохновлялся Уолтом Диснея, как я сказала, и перенял от него очень много фишечек. Например, вы будете в шоке – «Большие глаза». Мы все с вами считаем, что «Большие глаза» – это чисто японская фишка. На самом деле нет. На самом деле это Тедзуки взял Уолта Диснея у Микки Мауса и с тех пор использовал это в своих аниме. Соответственно, самое первое аниме считается от 1958 года. Это первое цветное аниме «Сказка о белой змее». То есть это как раз-таки народные мотивы. Но впервые всемирная известность аниме получила спустя лет 5, когда этот самый Тедзука написал и, соответственно, экранизировал «Астробой». Вы наверняка о нем слышали. Это был настоящий бум в Соединенных Штатах, и тогда они стали просить японцев еще. Мы хотим больше ваших странных и непонятных мультиков. Представляете? Кстати, этот «Астробой» тоже был вдохновлен Микки Маусом. Они чем-то похожи. Согласитесь. То есть в 60-е появляются первые аниме того формата, к которому мы привыкли. И в 70-е они больше развиваются. Соответственно, художники учатся уже на новый манер. Как я сказала, у японцев не было больших бюджетов на мультики. И они применяли очень много интересных ходов и схем композиции. Например, был такой прикол про ключевые сцены. Что ключевые сцены детально отрисовывались, а все остальные были какие-то размытые. Это очень сокращало бюджеты, на основе которого у них потом оставалось побольше денег для других мультиков. Очень хитрый ход. Также, если вы обратите внимание, в аниме очень много есть статичных сцен. Или кропов, или зумов. Они могут взять одну статичную сцену и просто ее показывать справа, влево, сверху, вниз. И придавать какую-то драматичность с помощью музыки. Это очень сокращало бюджет производства мультика. К 70-м стали уже появляться конкретные жанры аниме. Например, меха была безумно популярна. Что это, как вы думаете? От слова механизм это аниме про каких-то кибер-роботов, которые, соответственно, были вместе с человеком непосредственно. Ну, кстати, Астробой это как раз-таки смесь робота и человека. Что-то в этом роде. И это было безумно популярно среди японцев в те времена. Далее появляется жанр сёдзо. Он уже был для девочек. Соответственно, главная героиня девочка. У нее есть подружки. Там, конечно же, была любовная линия. И, конечно же, отдельный жанр для мальчиков. Сёнан. Там, получается, главный герой был мальчиком. У него были свои друзья-парни. И, как обычно, он спасал мир от злодеев. Ближе к 70-м появляется еще один новый жанр про космические оперы. Как вы помните, в 70-е как раз-таки выходят «Звездные войны», «Звездный путь». Не знаю, смотрели ли они «Стар Ворс» или «Стар Трек». Лично я прям огромная фанатка этих франшиз. И японцы тоже. Они очень вдохновились космической тематикой. Получалось очень много космической оперы и в аниме. Но, помимо этого, также появились и некоторые взрослые жанры. Кстати, первый хентай датируется 1969 года. Очень легко запомнить. Ну, а еще самое важное в 70-е у нас с вами начинает свою карьеру всеми известный Хаяо Миядзаки. Я о нем очень всего не буду говорить. Но расцвет его творчества приходится уже на 80-е годы. В целом, 80-е считается золотым веком аниме. Потому что, как я сказала, первые аниме были в 60-х. И к 80-м уже повзрослевшие подростки, они хотели увидеть продолжение своих любимых мультиков и хотели уже смотреть их в более взрослом формате. Именно поэтому аниме стало популярно среди подростков и взрослой аудитории. Как вы понимаете, мы все привыкли, что мультики это для детей. Но аниме мы можем смотреть абсолютно в любом возрасте. Как раз и благодаря вот этим японским интересным традициям. Но перед тем, как мы войдем к 90-м, я хотела вам напомнить, что Тедзука очень вдохновлялся Уолтом Диснеем. А что, если Дисней тоже вдохновлялся Тедзука, как запутанно? То есть сначала Тедзука вдохновился большими глазами и нарисовал Остробоя. Такой аналог Микки Мауса, только японский мальчик-киборг. Вот. А впоследствии, кстати, Дисней тоже своровал кое-что у Тедзука. Как вы думаете, кого? Lion King. Действительно, Король Лев на самом деле немножечко так списан у японского мультика еще 54-го года про белого львенка Кимба. Кимба. Вам не кажется, что это очень чем-то созвучное название? Конечно же, потому что в Короле Льве главный герой у нас носит имя Симба. Какое-то странное совпадение, не думаете? Несмотря на это, почему-то японская компания, которая занималась производством данного мультфильма, не стала подавать на них суд. Как вы думаете, почему? Просто банально. Им не хватило бы бюджета тягаться с Уолтом Дизнея из США. К большому сожалению. Мне кажется, что если вы посмотрите на эти картины, то они действительно безумно похожи. Но, если честно, Дисней действительно просто взял и скопировал белого львенка Кимба. Кстати, еще один бум-аниме случился благодаря мультику Акира. Вы наверняка его видели. В США был просто настоящий бум. Помимо этого, также очень популярны были работы Каяо Миязаки. В 2003 году он удостоился Оскара за «Унесенными призраками». Это первый и пока единственный режиссер аниме, который получил Оскар. Действительно, почетно. Я думаю, что вы точно легко мне назовете аниме, которое появилось где-то в 92-м году. Но это, конечно же, Сейлор Мун «Воин в матросках». Она уже в 93-м году получила звание лучшего аниме вообще в стране, в Японии. Но, кстати, Сейлор Меркурий получила звание самого лучшего героя персонажа аниме. Потрясающе. Она казалась такой скромницей, а урвала целую премию. Прикольно. Кстати, очень интересный момент про Сейлор Мун. Обратите внимание, что изначально там было пять основных героинь. И это послужило, скажем так, стала прародительницей всех последующих фэнтези-мультиков не только в Японии, но и по всему миру. Я уверена, что вы можете легко мне назвать еще такие мультфильмы в США или в России, где в основе сюжета лежат истории про пять каких-нибудь классных подружечек. Ну, например, «Вич», «Ведьма». Наверняка смотрели в детстве. Там тоже пять подружек, у них тоже есть магические способности. И согласитесь, что этот французский мультик как-то сильно похож на аниме. И вот вопрос, можно ли его таким назвать или нет? Это просто мультик. А какой еще мультик не из Японии безумно похож на аниме? «Аватар. Легенда об Анге». Если, друзья, вы не знали, это американский мультик. Но согласитесь, его смотреть даже в подростковом возрасте не стыдно. Он действительно безумно крутой. И там тоже говорится о магических способностях по всем стихиям. Вода, земля, огонь и воздух. А когда же аниме появилось в России? На самом деле, еще в далеком 69-м году. Впервые на экранах был показан «Корабль-призрак». Да, друзья, это японский мультик. Помимо него также были еще сказки о котле-сапоге. Да, это не из Шрека, это аниме. И также к японцам обращались для того, чтобы написать некоторые наши с вами мультики. Например, «12 месяцев». Не знали, что это японское искусство? Да, друзья, это оно. Но, как вы понимаете, в 60-е, 70-е была очень большая цензура. И мы не могли получать все те аниме, к которым мы так привыкли сейчас. И впервые они появились, конечно же, после развала СССР. В 90-е годы стали возить кассеты из-за рубежа. И там, где оставалось свободное место, писали еще просто как-то даже выборочно некоторые эпизоды из аниме. И я самым счастливчиком мог достаться хентайчик. Вот так вот. Ну а в нулевые года на Мустовой, на MTV, наконец-то стали показывать ту же Слэйлормон, покемоны. Шаманы Кинга потом показывали на канале Никелодин. Кстати, если вы смотрели Никелодин, обязательно напишите в комментариях. Я обожала этот канал и постоянно его смотрела. Там же был Наруто, соответственно, Аватар, Легенда о банке и Шаман Кинг. Обожала всем сердцем. Кстати, раз мы заговорили о покемонах, стоит сказать, что это отдельный жанр. Кодомо. Кодомо – это исключительно для детей, то есть где-то примерно возраст около 10 лет. А все остальное, что я называла Слэрвуны, Наруто, это вообще-то для подростков. И даже некоторые серии идут под знаком где-то 14 или даже 15+. С Наруто, кстати, тоже интересная история. Дело в том, что до Наруто, если парень интересовался аниме, это считалось немножко странно. Но Наруто популяризировал жанр Сёна. Тот самый, где главный герой – парень, который обычно спасает мир. И, соответственно, с ним происходит разные интересные события. Кстати, а почему Сейлор Мун приобрел такую большую популярность в России? Я вам скажу почему. Дело в том, что поскольку Сейлор Мун стали показывать только в нулевые, тогда особой цензуры не было. Если помните группу Тату, где две девочки проявляли свою любовь публично. И, соответственно, с Сейлор Мун, поэтому очень многие подобные сцены вообще не урезались, потому что не было на это цензура. А если вспомните, там был Сейлор Нептун. Я сказала был, но, может быть, и была, потому что я в детстве не понимала, это парень или девушка, ведь она или он мутил Сейлора Нептун, если вы помните. И, конечно, это меня очень интриговало. И не только меня. Всех это интриговало и триггерило, как сейчас модно говорится. Поэтому за отсутствием этой цензуры, и если вы еще вспомните их мини-юбочки и то, что там было видно абсолютно все, это тоже цепляло внимание нашей аудитории. Поэтому Сейлор Мун действительно очень быстро стали популярны не только среди детей, но и подростков, и даже взрослых. Стоит также сказать о субкультуре анимешников. Я сама помню, как где-то ближе к 10-м годам стали появляться целые группы субкультур. Тогда не было так много социальных сетей, как сейчас, и находить людей по интересам было сложновато. Я сама вела какие-то блоги еще в Рамблере и находила тех, кому тоже нравится аниме. И ВКонтакте ставила на аватарку кого-нибудь из народа, чтобы другие люди понимали, что я одна из них. Было действительно прикольно. Но, кстати, тогда в нулевые впервые стали появляться аниме-фесты. Сейчас они, конечно, уже стали неотъемлемой частью жизни современной молодежи, но раньше это было что-то в новинку и в диковинку. Вот эти костюмы сейчас можно заказать за пару дней из какого-нибудь Озона. Это не реклама, просто действительно быстро привезли, и мне очень нравится этот костюм. Кстати, если вы знаете, чей это костюм, напишите в комментариях. Я уверена, что вы уже играли в Genshin Impact и узнаете персонажа. Действительно классно. Соответственно, раньше таких костюмов не было. Лет 20 назад приходилось это все делать самим. Ну и первый костюм, они были просто, если честно, из мха и палок, как говорится. А сейчас-то уже, конечно, разнообразия намного больше. Кстати, напишите в комментариях, какое ваше любимое аниме. Лично я обожала, например, тетрадь смерти. Я смотрела в захлеб, и я помню, что не могла остановиться. Первая часть, она вообще полностью меня поглотила. Настолько, что, мне кажется, я даже во сне видела этого Элла и боялась попасть в эту тетрадочку. Признавайтесь, а вы тоже боялись? На мой личный взгляд, где-то в десятые годы, как будто бы, вот уже спал этот бум на аниме, и о нем как-то особо не говорили. Хотя, как сейчас помню, когда я была на фестивале Tomorrowland, это, кстати, электро-прикольный фестиваль такой в Бельгии проводится, тогда все играли в Pokemon Go. Я, кстати, не играла, хотя очень люблю покемонов, и даже после всех этих тусовок люди ходили и искали покемонов. Это тоже немножечко, как будто бы искусственно поддерживало всю вот эту аниме-популярность, но вот такого не было, как сейчас. В 20-е годы я почувствовала, что есть какая-то вторая волна популярности. И как вы думаете, благодаря чему или кому? Конечно же, благодаря атаке Титанов. Она как раз-таки появилась где-то в 2009-2010 году, очень долго раскачивалась, и сейчас под конец, мне кажется, люди со всего мира безумно ждали финал и пролили очень много слез. Если смотрели, не спойлерите в комментариях, но напишите, понравился ли вам атаке Титанов, понравился ли вам финал, давайте обсудим в комментариях. Ну что ж, друзья, давайте подытожим, почему все-таки люди со всего мира смотрят аниме. Как я сказала, во-первых, дело в том, что нет возрастного ограничения, есть кодома для детей, есть кинтай для совсем взрослых, есть жанры про спорт, про магию, про фэнтези, про космос и так далее. И, конечно, везде найдется свой зритель. Также в аниме очень часто нет цензуры, и мы можем посмотреть на очень жестокие сцены, которые людям нравятся. Если помните, игра в кальмара тоже имела огромный успех. Почему? Из-за своей жестокости. И вот этот самый адреналин, который вырабатывается, когда ты безумно переживаешь героем, он также вырабатывается при просмотре некоторых аниме с особо жестокими сценами. Лично мне, как подростка девочки, очень нравились все эти смазливые истории про любовь, про отношения. Дело в том, что в наших мультиках не показывалась подростковая любовь, почему-то она как будто бы как табу была только для взрослых. А там уже в возрасте 14-15 лет ты чувствовала такие яркие эмоции. Ну и, конечно же, японцы, они очень гипербелизируют эти эмоции. И ты прямо на себе ощущаешь эти мурашки, вот эти все любовные треугольники и так далее. Ну и, конечно, лично меня заманивало вот это сказочные такие мотивы, то, что не бывает в нашей жизни. Те же самые покемоны, похожие на животных, но при этом у них есть какая-то сила прикольная, интересная. Сейлэр Мон, просто классные девчонки, которые помогают людям, но при этом тоже с какой-то магией, космосом. Конечно, этого всего немножко не хватает в нашем мире. Именно поэтому даже взрослыми мы хотим потешить своего внутреннего ребеночка и посмотреть любимые мультики. Но согласитесь, что аниме, оно очень классно подходит и для взрослой аудитории. Ну что ж, друзья, я хочу устроить для вас небольшой конкурс. Напишите мне в комментариях какую-то историю, связанную с аниме. Возможно, когда вы сильно переживали за героя или даже расплакались, или, возможно, аниме спасло вас в какой-то тяжелый период жизни, как у меня, кстати, тоже было в детстве. И напишите вашу историю, я выберу одного из вас и подарю эти самые фигурочки. Конечно же, я вас прошу, какую фигурочку вы хотите получить, какого аниме, и направлю лично вам. Всем большое спасибо за просмотр. Коничева, или как там говорится. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»